Чашиды Лек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами я, Инга Пагасян, с очередным выпуском новостей о Тибете, Его Святейшестве Далай-Ламе и Центральной Тибетской Администрации. Коротко о главных событиях. Его Святейшество Далай-Лама присоединится к Гретти Тунберг в беседе о климатическом кризисе. Закончился срок тюремного заключения монаха Набы, осужденного за празднование дня рождения Его Святейшества Далай-Ламы. Конгресс США принял закон о тибетской политике и поддержке 2020 года. Спикер Пема Джунгны выразил соболезнования в связи с кончиной доктора Джотикара. Члены международной группы по исследованию Тугдама провели встречу по вопросам укрепления сотрудничества. Офис Тибета округ Колумбия провел обсуждение книги Лидзян Линя о Тибете. Десятого января 2021 года Его Святейшество Далай-Лама примет участие в беседе ведущих ученых с Гретой Тунберг, экоактивисткой из Швеции, на тему отголоски климатического кризиса. Прямую интернет-трансляцию беседы на разных языках можно будет увидеть на официальных сайтах и страницах Его Святейшества Далай-Ламы в Facebook. Институт «Ум и жизнь» организует специальную бесплатную прямую трансляцию. Согласно источникам, 10 декабря был освобожден Аджаджа, монах из тибетского региона Наба, проведя более пяти лет в китайской тюрьме за празднование дня рождения духовного лидера Тибета, Его Святейшества Далай-Лама в 2015 году. Аджаджа был одним из десяти участников геатона празднования 80-летия Его Святейшества Далай-Ламы в округе Наба, входящем в состав китайской провинции Сычуань. По завершении празднования все 10 тибетцев были один за другим арестованы и задержаны до вынесения им официального приговора в 2016 году. В полночь понедельника на прошлой неделе Комитет Сената США по международным отношениям единогласно принял закон о тибетской политике и поддержке 2020 года. Центральная тибетская администрация высоко оценила это историческое достижение тибетского движения за свободу. По завершении своего пятидневного визита в Вашингтон, округ Колумбия, целью которого было добиться окончательного принятия законопроекта, президент доктор Лапсан Сенге поблагодарил группы поддержки Тибета, международную кампанию в поддержку Тибета, сеть студентов за свободный Тибет, региональные тибетские ассоциации, а также всех, кто приложил свои усилия для принятия законопроекта. Секен отметил, что этот важнейший законопроект означает солидарность с шестью миллионами тибетцев, испытывающих страдания в Тибете и является мощным стимулом для борьбы за свободу Тибета. Спикер тибетского парламента Фема Джунне сказал, что Соединенные Штаты доказали и продемонстрировали свою поддержку истинной справедливости и человечности. Законопроект является новой версией знакового закона США о тибетской политике от 2002 года, а закон о тибетской политике и поддержке 2020 года может сделать официальной политикой Соединенных Штатов предложение о том, что решение о преемственности тибетских буддийских лидеров, включая преемственность Далай-ламы, должно приниматься исключительно тибетскими буддистами, без какого-либо вмешательства правительства Китая. Вмешательство китайских официальных лиц должно подлежать санкциям в соответствии с глобальным законом Магнитского, а также отказу во въезде в Соединенные Штаты. Кроме того, в законопроекте особо подчеркивается важность защиты окружающей среды Тибетского Нагорья, часто называемого Третьим Полюсом. Законопроект предусматривает создание нового консульства США Алхаси. Это укрепит взаимоотношения между США и Китаем. И если консульство Алхаси приостановит свою работу, Китаю не позволят открыть новое консульство США. Проект закона о тибетской политике и поддержке 2020 года, за принятие которого проголосовали обе партии, был внесен на рассмотрение в Конгресс Джеймсом МакГоверном, председателем Комиссии Конгресса по Китаю, и сопредседателем Комиссии по правам человека имени Тома Лантеса, сенатором Марко Рубио. В январе 2020 года этот законопроект был принят подавляющим большинством в Палате представителей США. Однако процесс его окончательного принятия Комитетом Сената по международным отношениям был прерван в основном из-за пандемии коронавируса. Спикер Тибетского парламента Пема Джунны выразил свои искренние соболезнования в связи с кончиной доктора Джотикара, стойкого и ярого сторонника Тибета, покинувшего наш мир на прошлой неделе в возрасте 86 лет. Будучи пионером движения за свободу Тибета в штате Гуджарат, доктор Джотикар на протяжении более четырех десятилетий неустанно отдавал все свои силы, время и энергию делу Тибета. Состоялась виртуальная встреча, целью которой стало обсуждение вопросов будущего сотрудничества, создания дополнительных мер и эффективного взаимодействия по исследованию Тугдама, состояние посмертной медитации у практиков тибетского буддизма. Участниками встречи, которую провел доктор Цетен Саду Цанг из больницы Делек, стали 36 членов исследовательской группы, возглавляемой доктором Ричардом Дэвидсоном, основателем и представителем Центра Здорового Разума. Профессор Святослав Медведев, действительный член Российской Академии Наук и бывший директор Института мозга человека в Санкт-Петербурге, Россия, Амчит Амдин Ла из Института тибетской медицины и астрологии, Дарамсала, а также монахи, исследователи и тибетские врачи из Южной Индии. В 2018 году профессор Святослав Медведев, действительный член Российской Академии Наук и бывший директор Института мозга человека в Санкт-Петербурге, Россия, инициировал исследовательский проект, в рамках которого провели обучение молодых монахов-ученых из семи монастырей на юге Индии и создали исследовательские лаборатории в монастырях Ташилунгпо и Дрипунгаманг. В конце 2019 года доктор Ричард Дэвидсон и профессор Святослав Медведев провели встречу в Гоа, Индия, в ходе которой поделились своим опытом, обсудили с участниками встречи проблемы и задачи и договорились о сотрудничестве в рамках исследовательского проекта. В минувшую субботу офис Тибета в Вашингтоне, округ Колумбия, провел виртуальную беседу в форме вопросов и ответов по книге «Тибет в вагоне Илхаса 1959». Представитель Моджуп Церинг коротко рассказал о книге и выразил признательность автору и переводчику за участие в беседе. Книга, автором которой является Лидиан Линь, переведена на английский язык Сьюзан Уиллф и опубликована издательством Гарвардского университета. На тибетский язык книга переведена господином Джампой Тензином и издана Библиотека Тибетских Трудов и Архивов. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok